Микс Ньюс Я слышал, что врагов лучше держать поближе. Это сказал тот, у кого было мало врагов. Зима близко. К чему приведут Игры Престолов в современном мире? Цикл программ о явлениях, знамениях и интерпретациях. Культ Просвет. Ведущие Денис Ханов и Вадим Родионов. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Зима близко», которая выходит в РАМ как цикл «Культ Просвет». В студии в Риге работает Вадим Родионов. Из Берлина на прямой связи Денис Ханов и звукорежиссер Родион Золотарев. Денис, здравствуй. Здравствуй, добрый день, уважаемые радиослушатели. И вот мы продолжаем нашу беседу, наш цикл «Зима близко». На самом деле, сейчас, когда я в очередной раз слушал нашу заставку, понял, что мы выбрали ее очень удачно. И, к сожалению, очень удачно для латвийской ситуации, для латвийского общества. Да, Денис, я попрошу тебя погромче говорить, потому что мы не очень хорошо тебя слышим. А я попытаюсь говорить погромче. Слышишь ли ты меня сейчас? Ну вот ты пропадаешь. Но сейчас, мне кажется, что связь у нас наладилась. Что скажет звукорежиссер? Я очень надеюсь, в любом случае, с моей стороны, я тебя слышу хорошо, без помех. А есть ли у тебя гарнитура, может быть, ты можешь говорить в микрофон? Ты знаешь, я боюсь, что такого микрофона у меня здесь нет, потому что моя студия – это всего лишь моя квартира в Берлине. Я как-то не озаботился этим микрофоном, но я смогу его приобрести в ближайшее время. Да, ну мы стали тебя слышать неплохо, так что можем продолжать наш разговор. Итак, мы сегодня хотим с тобой поговорить на тему. Я здесь поставил многоточие, ты продолжай. Да, на самом деле, сегодняшняя тема, скорее всего, есть продолжение вчера, скажем, темы на прошлой неделе, когда мы говорили о языковой политике, о том, каким образом некоторые латвийские представители академического мира выражают свои страхи и свои опасения по поводу того, как будет выглядеть, скажем, общество, когда, скажем, молодые граждане Латвии, молодёжь будут соединены во время педагогического процесса вместе в одной школе, в одном классе. Чем это, по его мнению, угрожает латышской культуре? Мы говорили как раз о страхах, которые множатся и которые множат специально для того, чтобы использовать их как политический ресурс. Но, если ты помнишь, неделю назад по окончании нашей программы мы успели принять ещё один звонок, и во время этого звонка один радиослушатель в достаточно, скажем, эмоциональной манере выразил мне несогласие с тем, что, собственно говоря, мои речи, по его мнению, способствуют некой такой тихой, тайной, незаметной ассимиляции. То, что я предлагаю, по его мнению, может угрожать и русскоязычной культуре в Латвии. И таким образом получилось, что я ещё раз хотел бы его поблагодарить за эту идею, хотя я не согласен, что мои размышления способствуют подобной ассимиляции, но таково его впечатление, а оно, скорее всего, не единственное. Поэтому я понял, что если у профессора Латвийского университета есть страхи, опасения по поводу судеб и латышского языка, и латышской общины, которую он всё ещё считает закрытой и монолитной, что, по моему мнению, не соответствует действительности, то, мне кажется, и так называемые русскоязычные страхи тоже имеют место, и о них стоит поговорить. То есть, если мы, скажем, пытаемся создать общее пространство, по крайней мере, в рамках наших программ, то стоит упомянуть и те страхи, которые тревожат и русскоязычное население. Этот наш слушатель выдвинул тезис, который, по его мнению, мог бы легитимировать некоторый, может быть, особый статус русскоязычной общины в Латвии. Мы здесь с петровских времён. Дело в том, что я не думаю, что отдалённость какой-то конкретной эпохи или, допустим, биография какого-то деятеля или, допустим, государя в какой-то эпохе может дать нам основания для того, чтобы участвовать в современной политике Латвии. Иными словами, это прошлое ушло навсегда. Если разобраться, то археологи могут сказать о том, что следы русских торговцев из русских земель присутствуют на территории Латвии, а именно здесь, в Риге, в самом центре города, ещё с 10-11 столетия. Поэтому не имеет смысла уходить так далеко в прошлое. Оно, в принципе, нас касается скорее как бы только как содержание предмета истории. Другой вопрос, каково, скажем, положение и каково ощущение русскоязычных в современной Латвии. С одной стороны, мы знаем, что реальность такова. Латышская интеллектуальная среда молчит. Об этом ты сам говоришь нередко, и это нас обои с тобой печалит. Молчит в том смысле, что, как правило, не замечает того дискурса, который нацелен на всё-таки отторжение, на маргинализацию со стороны, скажем, латышских консервативных политиков. Мы знаем, что в Латвии нет, скажем, надэтнической социал-демократии, которая по традиции всё-таки интернациональна и должна была бы поддерживать как раз межэтнический диалог в Латвии. То есть на эту политическую силу полагаться не стоит ни латышскому населению, ни русскоязычным. Далее, ещё один актуальный вопрос. Те, кто считают себя, по моему мнению, представителями, условно говоря, русскоязычного электората, по сути дела, десятилетиями паразитируют именно на следах истории 19-го столетия, 20-го века, периода оккупации, конца 80-х, начала 90-х. То есть на всём том травматическом, что переживал русскоязычный человек в Латвии. По той простой причине, что, в принципе, если мы попытаемся сконструировать этого коллективного русскоязычного, то он упрямо распадается на разные этнические группы. Во-первых, множество тех людей, для которых русский может являться даже не первым языком в семье, а вторым языком как бы межэтнического общения из-за смешанных браков, эти люди принадлежат другим этническим общинам, группам, нациям. Я уже говорил, более 160 этнических групп и общин. Поэтому говорить о каких-то двух условных лагерях, это было бы резкое и, ну, мне кажется, неправильное упрощение вообще этой дискуссии. Да, но тем не менее, посмотри, что ситуация всё-таки такая, какая она есть. Есть условное разделение на русскоязычную часть и на латышей. Здесь как бы важный момент, потому что, ну, многим не нравится эта формулировка русскоязычная. Речь идёт о людях разных национальностей, для которых русский язык является объединяющим в данном сегменте. Это могут быть и белорусы, и русские, и армяне, которые здесь живут и так далее, которые просто используют русский язык в качестве основного для себя и своей семьи. Но здесь ещё очень важный момент, как мне кажется, на него следует обратить внимание, что как латыши многие чувствуют себя в меньшинстве в Латвии, не чувствуют. Ну, как мы иногда слышим и говорят наши радиослушатели латышскоязычные, мы не чувствуем себя хозяевами на своей... Так называемое нервозное большинство. Да, так и русские чувствуют себя в меньшинстве. И получается, что и большинство, и меньшинство в данном случае чувствуют себя меньшинством. И от этого возникает такая проблема, потому что и русские, и латыши, в общем-то, понимают страхи друг друга в какой-то степени. Может быть, здесь можно акцентировать внимание на том, что за русскоязычной диаспорой или общиной стоит ещё Россия со 145 миллионами носителей русского языка, плюс ещё Европа, ну, там за 200 миллионов может уйти. Но, тем не менее, вот на этой территории и русские, и латыши чувствуют себя в меньшинстве. И поэтому возникает вот эта вот нервозность. Вот не согласен с этой точкой зрения? Я согласен с тем, что существует подобная нервозность, несомненно, потому что звонки наших радиослушателей, вот они, скажем так, известный такой барометр. Но дело в том, что, я скажу откровенно, это всегда был только личный опыт и личный мой выбор. За мной, ну, честно говоря, никто не стоит. Я иногда оглядываюсь, никого не вижу. В том смысле, что, в принципе, я не ассоциирую себя с Россией с геополитической точки зрения. Я должен признаться, что, по сути дела, во всем этом огромном государстве я бывал только в Петербурге и в пригородах этого города. Я ни разу не был в Москве. Но это политический момент. А ты же всё-таки аэрокультурный, имеем в виду? Потому что, я знаю, ты любишь театр, например, и русский театр. Нет, дело в том, что геополитика, к ней культурное пространство давно стало частью геополитики. Нам давно пора, собственно говоря, раскусить этот миф о том, что геополитика – это только территории, это ресурсы или это вооружённые силы. Нет, вооружённые силы давным-давно переквалифицировались в культурные пространства. Это, скажем так, отряды быстрого культурного реагирования. Именно поэтому достаточно смешно закупать какие-то ржавые вертолёты или какие-то непонятные средства слежки и так далее. Потому что всё, по сути дела, происходит в головах людей. Войны ведутся в СМИ. Мы хорошо знаем понятие гибридной войны. Но и, в принципе, опять же, следуя традиции любимого мной Брехта, который давно и навсегда предупреждал нации и общество от того, чтобы они поддавались истерике войны и не любили войну. Потому что, если мы полюбим войну, то обязательно в ней можем и погибнуть. Так вот, речь идёт о том, что, по сути дела, политика сплочённости есть часть политики безопасности в стране. А она у нас находится в ужасающем состоянии. Она заброшена, она покрыта пылью, там растут бурьяны и так далее. По той простой причине, что именно попытка поддерживать страхи в различных общинах и продолжает вот этот вечный цикл неуверенности. А когда ты неуверен и боишься, ну какая существует возможность протянуть другому руку, услышать, может быть, не только свой рассказ, который, естественно, самый трагичный, самый яркий, самый доминирующий, а вдруг открыть уши для другого. Так вот, я должен сказать, что, хотя я наверняка спровоцирую негативную реакцию наших радиослушателей, но миф о угрозе со стороны латышского населения столь же невероятен и беспочвенен, как и в обратную сторону. То есть, иными словами, речь идёт о том, что нам нужно признать, что основным деструктивным явлением, скажем, в этом процессе является именно политическая элита. Она, в принципе, едина в своём нежелании создавать единое латвийское общество. Мы хорошо видим, как на уровне инфраструктуры, логистики, финансов и так далее тот же Центр Согласия великолепно сотрудничает, скажем, с национальным объединением, но во внешнем пространстве, об этом я нередко писал и говорил, но пока, к сожалению, я не могу найти фактов, которые могли бы мне предоставить другую версию, они великолепно выполняют вот этот ритуальный боевой танец, как представители различных племён, назовём это так. Во-первых, они действительно упрощают политику, превращая её в политику закрытых, монолитных, глухих, наглухо закрытых и задраенных общин, что не соответствует реальности. Именно поэтому я иногда вижу, как бы, что, скажем, моменты шизофрении присутствуют в нашей политике всё чаще и чаще, то есть она всё больше и больше игнорирует реальную ситуацию не только смешанных браков, но и тех самых несчастных русскоязычных детей, которые попали в латвийские школы, которые ведут теперь там подрывную деятельность согласно представителю академической среды Латвийского университета. То же самое мы видим и со стороны латвийских русскоязычных политиков, которые, по моему мнению, как бы на примере той же, собственно говоря, ситуации с Ушаковым пытались превратить вопросы правового государства в этнические трения и в этнические трещины. Это, по моему мнению, очень опасный момент. Так вот, если мы возвращаемся к страхам, к так называемым русскоязычным страхам, то первым, конечно же, крупным ударом и почвой для вот этих страхов стал институт негражданства. Неграждане, как я уже говорил, это зрители, а со зрителей, собственно говоря, и спрос невелик. Но присутствие в пространстве, где ты не можешь участвовать, причем длительно, превращается в определенную часть твоей идентичности. Именно поэтому я сейчас, наверное, скажу еще одну фразу, которая может разозлить наших радиослушателей, часть из них. «Идите, становитесь гражданами, участвуйте». Это на данный момент в рамках демократического либерального государства с той историей, какая у нас есть, с той политической элитой, какая у нас есть, единственная возможность представить свою версию. Пусть это даже один несчастный голос, таких голосов может быть больше, но само явление участия означает, что, по сути дела, ты начинаешь принимать на себя и доли ответственности за это общество. Далее, чем больше граждан, тем меньше у тех, кто пытается эксплуатировать этот институт, тем меньше у них шансов. И поэтому я считаю, что кризис согласия, хотя я не очень вдавался в детали, скажем, персоналей и каких-то конкретных конфликтов, он неизбежен со временем, потому что, по сути дела, нарратив или история обиженного негражданина начинает терять в какой-то степени основание. Прежде всего, это участие в стране, которая с 90-го года другая. Это не петровские времена, это не какие-то великие киевские князья, это не, по сути дела, намалеванное и ложное величие советского периода, индустриализации и так далее. Все эти мифы циркулируют. И теперь мы приближаемся, я думаю, что после перерыва мы продолжим. Да, но у нас нет сегодня перерыва, но мы можем принять звонок, кстати. Давай его примем. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый Константин. Ну, это как прорвавшийся водопад. Вашего соведущего не остановить. Значит, по пунктам. Если все граждане примут гражданство, это 22 тысячи, 220 тысяч, половина ходит на выборы, это 110 тысяч, это 10 человек в парламенте. Согласие уже было 37 лет, это ничего не изменило. Никакого смысла принимать гражданство нет. Второе. По поводу обид. Никаких обид нет по поводу ни гражданства. Никто не воспринимает это как просто отстраненность. Это было воровство. Всем было прекрасно понятно, зачем было институт гражданства. Для того, чтобы не допустить до государственных ресурсов большую часть, почти 500 тысяч населения, до приватизации, до предприятий, до власти, до разделения советского наследия. Не надо забывать об этом. И не надо подменять понятия. Третье. По поводу исторической общественности. Категорическое несогласие с ненужностью учитывать махровые петровские времена. Ибо по той простой причине, что именно латышская часть общества на основании своих махровых латышских времен принуждает остальное часть общества принимать их правила игры. Почему мы не должны использовать этот инструмент? Почему вы говорите, что мы должны им пренебречь? Это заранее сдать свою позицию. Более того, я считаю, что в этом и кроется согласие в обществе. Что если бы для всех общин было равное условие, что все пришли на этой территории, что никто не имеет больше прав на нее, чем другие, вот это было бы путем к согласию и путем к примирению. Без тыканье в нос, что это наша земля, наша территория. Ну и четвертое, наконец, не путайте страна и государство. Мы участвуем в стране, но мы не участвуем в государстве. И вы постоянно подменяете понятия. Это категорически разное определение. Ну и вопрос, на который никто не может ответить, который я задаю большинству представителей и латышского общества в том числе, если ничего не делается латышским политическим управлением для заботы о своей будущей латышкости в лице своих подрастающих поколений, нет инвестиций ни в культуру, ни в инфраструктуру, ни в будущие рабочие места, ни для того, чтобы эти 400 тысяч носителей латышской культуры вернуть сюда на территорию. Я задаю один простой вопрос. Почему, если вам до этого нет дела, до вашей культуры, почему мы должны о ней беспокоиться? Простой вопрос. Да, спасибо вам. Ну вот так жестко радиослушатель поставил эту ситуацию. Сразу можем принять второй звонок или хочешь прокомментировать? Я думаю, что стоило бы прокомментировать, он был достаточно объемный. Прежде всего, спасибо за действительно очень структурированный ответ. Я, к сожалению, вижу, что первый пункт, который вы упомянули, гражданство, я с вами не согласен, потому что гражданство — это и символическая связь с этим обществом, и, собственно говоря, мое собственное решение, например, хотя бы, опять же, на уровне символики одного голоса наказать какого-то из политиков, допустим, или наоборот поддержать какую-то другую идею. Я, например, голосовал как бы за либеральную партию, она оказалась для меня разочарованием, но, несмотря на это, по крайней мере, на тот период, я думал, что эта партия будет в состоянии и либеральные ценности, которые важны мне, каким-то образом представить в парламенте достаточно, скажем, четко и ярко. Этого не получилось. Далее, я все-таки, к сожалению, должен сказать, что в вашей реплике больше обиды, чем вы сами предполагали, потому что такое понятие, как воровство и так далее, все-таки свидетельствует о том, что у вас есть обида. Я не очень понимаю, что такое махровые времена и что такое сдать позиции, но мне кажется, что в этом слышна некоторая военная риторика или риторика, скажем, противостояния или конфликта, поэтому наша заставка о врагах, она в какой-то степени не подходит удачно для нашей дискуссии, потому что, ну, будем откровенны, сериал «Игра престолов» достаточно примитивное создание в том смысле, что это много спецэффектов и увлечение какой-то седой, выдуманной стариной, а этим мы все грешим. Большинство современных наций с удовольствием выдумывало свое прошлое там, где не находило конкретных археологических следов. Именно поэтому риторика этого фильма так и разделена на «Мы» и «Они». Там иногда есть какие-то альянсы, но это в основном только для того, чтобы переждать время или спасти свою жизнь, но, насколько я помню, все эти эпизоды в основном это черно-белая реакция на мир, и она, к сожалению, у нас тоже существует. Далее, страна и государство. Я скорее согласился бы, если бы вы сказали государство и общество, потому что во многом общество все-таки шире и многообразнее, более пестрее, чем государство, и здесь я согласен, в латвийской современной политической элите слишком много, скажем, риторики по поводу абстрактного государства, которое вот нависает над нами как нечто священное или как алтарь, а не видится, собственно говоря, то, что государство создается как проекция разных, я подчеркиваю, очень разных групп конкретного общества, а функционировать они вместе могут как дееспособное государство благодаря консенсусу. И здесь, собственно говоря, мы подходим к главному вопросу нашей сегодняшней дискуссии, да и всего цикла в целом. Консенсус подразумевает то, что кто-то что-то принимает, что, может быть, не соответствует каким-то максимальным желаниям и чаяниям, и из-за этого создается общее пространство. Давайте вспомним знаменитого, собственно говоря, представителя французского просвещения Жана Жака Руссо, который говорил об общественном договоре, и текст этот подразумевает отдать часть своего индивидуального или, может быть, коллективного эгоизма, подчеркиваю, эгоизма, на пользу того, чтобы из этих эгоизмов, контролируемых нами всеми, было создано что-то новое. Так вот, это проблема латвийского общества. Да, я во многом согласен с тем, что в латвийском или в латышском дискурсе почти нет места для национальных меньшинств, за исключением музейной версии. То есть, иными словами, как вы говорили на прошлой неделе, латышская интеллектуальная среда и политики, они не всегда одно и то же. Они не знают, что делать с этими людьми. Не знают. Они не знают, что делать с институтом негражданства. Они не знают, как, допустим, ускорить процесс натурализации. Они не знают, каким образом определить гражданство, то есть, какова символическая роль гражданства. Поэтому, в принципе, как правило, используются именно этнические моменты, моменты, условно говоря, которые можно было бы обозначить как, скажем, как нечто общее такое, как этнографический музей. То есть, вместо паспорта гражданина все больше и больше акцент делается на старинное, застывшее музейное этнографическое. Да, у нас звонок еще, давай примем, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Олег. Да, Олег, я звонил вам на прошлой неделе, да. Ну, не буду тут много, конечно, разговаривать по этому поводу. Консенсус в обществе очень простой. И, надеюсь, господи Ханов там больше встречается с верхушкой, да, может донести. Очень простой. Первый шаг, я даже не говорю о гражданстве, да, я, так сказать, уже чувствую, что я буду потомственным, негражданином. Первый шаг, это статус языка. Я не говорю, какой, но просто статус. Запомните, господин Хана, пока этот вопрос языка не будет решен, да, общество будет расколото. Я не говорю никакой политикой. Я не голосую ни за согласие, ни мои там товарищи, это знакомые за согласие голосуют. У нас здесь свои приоритеты. Абсолютно надо отнять политику и решить вопрос о статусе русского языка, потому что мы здесь живем, мы платим налоги, понимаете? Все, точка, это практика. И это будет первый шаг к примирению в обществе. Это я вам гарантирую на 100%. Да, спасибо вам. Да, ну, на самом деле, мы действительно подошли, что называется, к краеугольному камню того, что мы называем этнической трещиной. И вот тут моя версия, которая, опять же, наверняка вызовет бурю негодования и звонков, но, с другой стороны, это пространство для обсуждения разных мнений. Дело в том, что, условно говоря, я вышел из русскоязычной среды и каким-то образом и каким-то объемом я вошел в латышскую культуру и в латышскую среду. И я, скажем, знания латышского языка, какие бы они мне ограничены не были, позволяют мне услышать и увидеть то, что я бы не услышал иначе без латышского языка. Именно поэтому я вижу и слышу ту индивидуальную и коллективную боль и страх и так далее. Потому я говорю о том, что я могу что-то не принять, но я могу понять, я могу понять причины вот этой закрытости этнической группы, я могу понять, когда наши радиослушатели в своих звонках выражают вот эту классическую кальку «Вас много, нас мало, мы боимся». И эти «кто вы, а кто мы» там уже конструируется, что знаете, кто во что гораст. Вопрос другой. В латвийском государстве государственным языком останется и должен оставаться латышский язык. Почему? Не потому, и здесь очень важно понять, не потому, что это создано для усмирения, ограничения или там уничтожения русской, допустим, русскоязычной, языковой среды. Нет. Если мы будем продолжать думать в категориях «вы существуете как угроза для нас, а мы будем отвоевывать свое пространство за счет вас», то мы тогда действительно продолжим жить в «Игре престолов», в каком-нибудь 25 сезоне этот лет через 20. Это не приведет ни к чему, как только к упрощению, к банализации вообще политической культуры. То есть посмотрите на то, что мы сейчас слышим в звонках. Они все очень ценны для меня лично, как такой эмпирический опыт. Но простите, мы таким образом вообще никуда не можем сдвинуться. Если латышский языкный профессор говорит о том, что не допускать, они слишком странные, они слишком сильные, они другие опасные, а сейчас наши радиослушатели говорят о статусе русского языка, статус русского языка, какой бы он сейчас не изменился, и это показало референдум, он будет обновлением коллективной травмы латышской культуры и латышской интеллектуальной среды. В других европейских странах, где статус русского языка также статус иностранного языка, эти проблемы решаются по-другому. Это, допустим, возможность самим этническим меньшинствам, и здесь пора начать, собственно говоря, говорить языком реальности. Русская или русскоязычная среда это среда меньшинственных культур. Демократия подразумевает сохранение прав меньшинства, но все-таки культурное и так далее это пространство, наполненное содержанием этнического большинства. То, что большинство должно уметь и быть готовым принять меньшинство и не воспринимать его как угрозу для большинства, это вопрос знаний, компетенций, собственно, для политического желания. На данный момент в Латвии нет предпосылок для того, чтобы языковая политика изменилась. Это была бы эскалация ситуации. Именно поэтому я, когда, по-моему, год назад обращался благодаря бывшим коллегам с латвийского телевидения к, собственно говоря, к латышескоязычной аудитории, я понимал и говорил о том, что для многих русский язык может оставаться травматичным. Что делать? А делать следующее. Прежде всего, необходимо развивать, собственно говоря, гражданскую культуру этнических меньшинств. Это должны быть и воскресные школы и так далее, и так далее. То есть, в принципе, национальное государство, которое связано и с рамочной конвенцией и так далее, подразумевает целый ряд возможностей для русскоязычного пространства получать образование на русском языке. Да, давайте принимать звонки. У нас очень много на линии, чтобы все-таки успеть выслушать и радиослушателей. Здравствуйте, как вас зовут? Коротко, Константин, еще раз. Я, наверное, единственный человек на планете Земля, который не смотрел ни одной серии «Игры престолов», поэтому апеллирование вашего с ведущим апеллинием несколько странно. У нас программа называется «Зима близко», мы проводим аналогии с этой книгой и с этим сериалом, поэтому такая концепция программы. Ну вот, да, понятно. Ну, значит, я некомпетентен. Но если бы ваш... Я попытался разъяснить о том, что речь идет о черно-белом мире врагов, вот и все. Вы можете не смотреть этот сериал. Нет, нет, нет. Ну, мир по умолчанию дуален, поэтому тут можно с этим спорить или нет. Мир куда более широкий и острый, я с вами не согласен. Ну, мир дуален. Ну, я в два раза старше, поверьте мне на слово. Ну, это не аргумент, Константин. Вот старше, младше, это все, мне кажется, когда уже кончаются аргументы, начинаются такие... Нет, возраст — это опыт и накопленное знание. Иногда возраст один приходит, как известно. Знаете, такое тоже бывает. Если бы, да, ваш ведущий ответил на мой вопрос, который он проигнорировал, не надо было бы так долго говорить по второму звонку. Еще раз задаю этот вопрос. Почему нам должно быть дело до сохранения и... Я объясню сейчас вам. Потому что это тоже часть вашей культуры. Вы живете в Латвии, поэтому латышская культура есть часть вас. Как бы шокирующе это для вас не звучало, латышская культура есть часть меня, часть вас. Вы живете в этом пространстве, а жить как бы в своем собственном таком пузыре, ну, не имеет смысла, вы пропускаете очень многое. Но все-таки согласись, что, Димит, я здесь с тобой поспорю, может быть, немного. Это вопрос выбора. Я могу не принимать культуру страны, в которой живу, если я законопослушный гражданин, это мое демократическое право. Я даже могу не знать язык, если я соблюдаю законы. И у нас получается немного другая история. У нас все измеряется некой принадлежностью к этнической культуре, к языку и так далее. Я могу быть глухонемым, но я могу при этом быть лояльным гражданином. Я могу быть необразованным, но я могу быть, как Жаня Слипке, например, героем этой страны. У нас получается немного другая история. Ты можешь быть классным специалистом, но если ты не знаешь, допустим, или недостаточно знать лояльский язык, ты вдруг записываешься в нелояльные граждане или неграждане. Вот это история, которая лично мне не нравится совершенно. Мы видим то же самое, собственно говоря, и раз сегодняшняя наша программа посвящена русским страхам, если мы так условно упрощаем, то мы видим здесь конкретный вариант. Почему мне должно быть какое-то дело, то их. Не их. Это главный перелом в сознании, который необходим. Один перелом со стороны, условно говоря, латышского думающего пространства, потому что политиков часто невозможно заставить думать, у них другие задания, и они заняты другими делами. Но тех, кто думает, им нужно совершить этот внутренний переворот и принять тех, кто здесь есть, иной, как часть себя. Недавно у меня тоже в Фейсбуке разразилось, ну, скажем, не разразилось, так слегка потрещала, такая пошумела дискуссия по поводу моего комментария о президенте, который призывает всех знать и изучать латышский язык. Я с ним согласен на 120%, вопрос только другом. А что, собственно говоря, мы услышим на этом языке? И я это повторяю, как такую матрицу. Некоторые мои латышские коллеги, которые, видимо, очень любят латвийского президента, они как бы попытались встать на его защиту, потому что посчитали, что я как-то на него нападаю. Нет, я просто задаю вопрос, а кто будут эти люди в границах латышской культуры и, по сути дела, если та же политика интеграции сейчас со всей критикой нацелена на то, чтобы включить в латышское пространство, а кто-нибудь думал о том, что там будет происходить? А происходить там будут изменения, по чистой логике процесса, потому что туда вольются другие интонации, это то, чего боится мой коллега из Латвийского университета. А боится, может быть, потому что над этим не работалось, над этим не работали на протяжении трех десятилетий. В результате получается, что, собственно говоря, кто-то движется рядом. Да, многие аргументируют, мы платим налоги и так далее. Вы живете в национальном государстве, в национальном государстве, которое было воссоздано на очень-очень болевом пространстве, и оно не может не влиять на латвийскую политику. Сам институт негражданства, по моему мнению, не есть заговор против русскоязычных, а это всего-навсего, к сожалению, это очень печально, выражение той коллективной боли и трагедии, которые были пережиты в период двух советских оккупаций. Да, но это еще и деление сертификатов 90-х годов. Давай не забывать еще экономический аспект, потому что неграждане получали меньше сертификатов на приватизацию, и, соответственно, в этом существует то, что Константин назвал воровством, ну, может быть, Это экономический момент, несомненно, да, но я бы не хотел использовать слово воровство, но это условно говоря не... Тем не менее, это было. Моя мама, например, получила меньше сертификатов как негражданка, и, соответственно, сейчас воспринимать институт негражданства как... Ну, понимаешь, здесь вот такая сложная история, я понимаю, о чем ты говоришь, о травмах, о боли, о восприятии. С другой стороны, должны ли русскоязычные, в общем-то, залечивать эти раны, если, условно говоря, мой язык, мой родной язык кто-то воспринимает болезненно, должен ли я лечить этого человека, или он должен сам лечиться этому? То есть, должен ли я, как родившийся здесь гражданин, кстати, из семи староверов, о чем я говорю в эфире, и, в общем, у меня достаточно долго здесь живут предки, что-то кому-то пытаться объяснить, и должен ли я чувствовать свою вину за то, что произошло? Мы можем вот на эту тему как раз очень много разговаривать, я сейчас не говорю за себя конкретно, я говорю о тех неких вопросах, которые задает житель Латвии, для которого русский язык является родным. Нет, не за ответственность, я думаю, что очень важно не путать эти два понятия. Ответственность, да, то есть, я считаю, что я ответственный за то, чтобы в этом обществе, допустим, исчезали стереотипы и страхи. Я, так получилось, что для культуролога это, возможно, хорошо, но для человека это достаточно, скажем, тяжело и требует много энергии, так получается, что я вижу оба потока. Не потому, что я прям весь такой мудрый, а потому, что так получилось, что из-за попадания в другое культурное пространство я не могу не слышать эту историю. Именно поэтому в какой-то момент мы должны начать работать над этим консенсусом. Так вот, если с латышской стороны консенсус должен быть открытие латышской культуры для другого, причем на уровне равноправного, необходимо как можно быстрее, эффективнее уничтожать такие понятия, как иерархия, какие-то там разные классы, подгруппы и так далее. То есть мы должны двигаться в сторону политической нации. У нас, в принципе, нет другого выхода, но политическая нация должна создаваться не так, чтобы кто-то другой сидел у себя на балконе, надулся и говорил о том, ну-ну, по сути дела, это не моя страна, это не моя культура. Почему мне это интересно и важно? Потому что это часть того мира, в котором мы живем. Ну и здесь, собственно говоря, я подойду сейчас совсем к мильному полю. Всегда есть альтернатива. Та альтернатива, которая бубнит постоянно национальное объединение в своей деструктивной, глупой, но очень расчетливой логике. Есть рядом то государство, в котором русский язык и культура являются доминирующими, где они являются основой, по сути дела, российской нации, при этом как бы сохраняя многообразие языков, религий и так далее. Но люди, которые живут в Латвии, тех, кого мы называем латвийцами, русскоязычные, они выбрали жить в Латвии. В Латвии, в национальном государстве, которое принципиально отличается в культурной политике от, условно говоря, восточного соседа. И это то общество, в котором многие люди родились и живут поколениями, десятилетиями уже в независимой стране. Поэтому нужно принять и понять, что статус латышского языка для латышской культуры есть основание. Это, собственно говоря, наносит на краеугольный камень. Камень, который сохранял эту культуру даже тогда, когда государства не было, когда оно было, собственно, когда оно исчезло с карты. Но должен ли человек, вот это такой важный момент, когда я задумываюсь на эту тему, должен ли я, как человек, для которого русский язык является родным, любить латышский больше, чем свой родной язык? От меня это требует. От меня это требует политики. Они говорят, что мы должны любить латышскую культуру больше, мы должны латышский язык любить больше. То есть ты должен отказаться от своего, чтобы тебя, возможно, как-то приняли в другую среду. Вот это мне не нравится. Ну, Вадим, но мы же взрослые люди, мы же не будем слушаться всего глупого, что мы... Да, но это глупое, которое транслируется, потом обретает уже, не знаю, там, преамбула Конституции, у нас появляются основные нации и так далее и тому подобное. Согласитесь? Так, согласен. Но именно поэтому мы здесь с тобой не согласны. Мало ли кто какие глупости не скажет. Мы сейчас дискусируем и я сейчас озвучиваю все страхи, которые есть, как мне кажется, в русскоязычной среде. Я согласен, но вопрос, как мы будем выходить из этих страхов, потому что страхи блокируют создание гражданского общества в Латвии. Мы голосуем по этническому принципу, мы позволяем манипулировать собой только потому, что тебе напоминают, что твоя бабушка русская и так далее. Ты тотчас же, как собака Павлова, дергаешься и бежишь, выбираешь непонятно кого. Мы радикализируем политику, посмотри, что пролезло в Север во время последних выборов. Почему? Потому что опять конкретная история со стороны латышского, условно говоря, ректората, это нарратив о неуверенном большинстве, со стороны русскоязычных опять на нас кто-то нападает. Неважно, с какого века кто здесь присутствует, старовер или, как я, условно говоря, внук того, кто приехал сюда, собственно говоря, после Второй мировой войны. Речь идет о том, что нам необходимо создавать новое гражданское пространство. Оно возможно только, когда равноправно принимаются разные этнические культуры, социальные культуры, неважно какие другие, ведь мы все время забываем из-за этнического целый ряд других культур, социальных, религиозных. У нас есть мусульмане. Почему в Латвии, почему в Риге нет мечети? У нас есть мусульманский центр. Но нам нужно заканчивать, нужно подводить итоги. Знаешь, я сейчас по мотивам нашего диалога и диалога с нашими радиослушателями вспомнил слова Алексея Венедиктова, главного редактора «Эхо Москвы», который он, кстати, в эфире на Болткоме произнес, он сказал, знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Вот мне кажется, что как раз это относится и к нашему обществу, и к двум его частям, о которых мы сегодня говорили. А давайте начнем совершать маленький подвиг. Помнишь, как говорилось в фильме «Минхаузен» о том, что идти на работу тогда-то, тогда-то – это не подвиг, но что-то героическое в этом есть. Так вот, давайте попробуем хотя бы на мгновение услышать другого. То, что мы услышим, мы не знаем. Может быть, то, что мы услышим, будет какофонией или ужасом. А вдруг удастся расслышать что-то, что мы можем принять, потому что иначе мы просто-напросто застопорились. Как общество, у нас нет футуристических идей, у нас нет визии, как мы продвигаемся вперед, у нас нет возможности создать общее пространство, и поэтому единственный, кто от этого выигрывает, радикальные политики с обеих сторон. Да, пришло время подводить итоги и, скорее всего, заканчивать. Я хотел поблагодарить наших радиослушателей, всех, с кем я не согласен. На следующей неделе я бы, скорее всего, хотел поменять немножко жанр нашей программы и во вторник рассказать о том, что мы как раз могли бы делать для создания общего пространства. Грядет второй форум «Рижские беседы», где мы будем работать с молодежью на темы травмы другого. Это как раз то, о чем мы говорили сегодня. Поэтому на следующей неделе, 5-го числа, я бы хотел рассказать о том, куда мы можем пригласить наших радиослушателей, что они могут услышать, увидеть и где поучаствовать. Вадим, большое спасибо за сегодняшнюю нашу беседу и большое спасибо Родиону и до самой скорой встречи. Да, Денис Ханов, Вадим Родионов, фейсбук-релиссер Родион Золотарев. Денису мы говорим до свидания.